Перейти от реагирования к предупреждению. Это стало основным посылом селекторного совещания в режиме видеоконференции с главами всех субъектов России и полномочными представителями президента страны в федеральных округах. Мы совместными усилиями должны сделать все, чтобы жизнь наших граждан была безопасна и каждая при необходимости мог рассчитывать на быструю и профессиональную помощь. От чрезвычайных ситуаций никто не застрахован. Множество людей страдает из-за пожаров, наводнений и других бедствий. Только в июле текущего года в девяти регионах страны ливни и дожди нанесли большой ущерб населенным пунктам, сельхозугодьям, мостам, железнодорожным путям. Хорошо, что обошлось без человеческих жертв. Сегодня наиболее сложная ситуация складывается с природными пожарами в Якутии и Красноярском крае. На ликвидацию последствий уходят миллиарды бюджетных денег. Пора от реагирования переходить к предупреждению опасных ситуаций, подчеркнул руководитель МЧС России. Среди превентивных мер космический мониторинг – полное взаимодействие на всех уровнях государственной власти. В Чувашии своевременно принимаются меры предупреждения чрезвычайных ситуаций. Десять тысяч камер видеонаблюдения работают сегодня на территории республики. Успешно реализуется программа «Безопасный город». Случаи правонарушений, беспорядков чрезвычайных ситуаций фиксируются и оперативно передаются в Центр управления кризисными ситуациями. На сегодняшний день вся работа, все приоритеты расставлены на предупреждение. Не на реагирование по факту чрезвычайных ситуаций от природного характера или техногенного характера, и на превентивные меры. Мы ежегодно поэтапно работали и работаем. Соответствующие средства, ответственно хочу сказать, выделяли и будем выделять. Только за три года на систему 112 выделено 125 миллионов рублей. Практически на последнем этапе сейчас работы проводятся.